Добрый вечер всем, кто заканчивает первый рабочий день вместе с нами. В эфире информационная программа «День города» в студии Олеся Харлина и мои коллеги уже готовы рассказать о главных событиях минувших выходных и понедельника. Смотрите сегодня. Звездный состав и зрелищная борьба в Секиотово прошел второй этап российской дрифт-серии. Тихо идет экзамен. Рязанские школьники тестировали знания великого и могучего. Кругом вода. Рязань превращается в Венецию после каждого дождя. 16 лет назад отпускники, возвращающиеся из Сочи, каждый в своем городе рассказывали удивительные истории о необычном арт-объекте, который в 2000 году появился на центральной аллее парка «Ривьера». Речь о скамье примирения. Скульптура так быстро обросла историями с хэппи-эндом, что даже скептики спешили опробовать ее магические свойства. В настоящее время подобные арт-объекты есть в Москве, Омске, Вологде, Ростове-на-Дону, Оренбурге и десятках других городов. Теперь в их числе и Рязань. Марина Комиссарова проверяла влияние архитектуры на семейную жизнь. Новый городской арт-объект, расположенный напротив центрального ЗАГСа, отличается от обычных лавочек. Сидение скамьи состоит из двух находящихся под углом друг к другу половинок. Но мир – это всегда труд. Это надо приложить усилия, надо переступить через свои какие-то желания, через свои, может быть, какие-то черты характера. Я надеюсь, что вот эта скамья, шикарная просто, красивая и в необыкновенном дизайне сделанная, поможет найти согласие всем, кто его хочет найти. Потому что мир можно найти только когда, когда его хотят, то ли половинки. Торжественное открытие прошло в преддверии выходных. Это право было предоставлено заместителю главы администрации города Ларисе Крахалевой и директору студии интерьера «Арктика» Игорю Володину. Именно студия «Арктика» сделала подарок Рязани в виде символической скамьи примирения. Надеемся, что она станет новой достопримечательностью нашего города и также местом, не просто местом, а знаковым местом для всех влюбленных пар и не только влюбленных, для всех людей, которые каким-то образом позорились, не могут найти компромисса, приходите, садитесь, беритесь. Скамья от начала до конца своего воплощения, то есть от эскиза дизайнера до воплощения уже в реальность с кузнецом, заряжена только позитивом, добротой, поэтому мы гарантируем, что прийдев сюда, вы найдете нужные слова и помиритесь. Символ мира, любви, взаимопонимания и доброты станет еще одним прекрасным местом для фотосессий молодоженов и секретным оружием против ссор. Звездный состав участников, зрелищная борьба и прямая трансляция парада пилотов. Поклонники автоспорта не могли дождаться второго этапа российской дрифт-серии, который состоялся в поселке Сикиотово. Уже во второй раз конфигурация этой трассы привлекает тысячи поклонников дрифта и любителей экстремальных видов спорта. Наталья Новикова оценила визг покрышек и пообщалась с участниками. Запах сжены резины, палящее солнце и непередаваемая атмосфера летнего праздника. 27 и 28 мая Рязанский автодром «Атрон» принял второй этап всероссийских соревнований по дрифту на российской дрифт-серии. РДС – это самое зрелищное отечественное автоспортивное соревнование. Лучшие профессиональные пилоты со всей России, а также Белоруссии и Украины встретились на «Атроне», чтобы выяснить, кто же достоин стать победителем второго этапа РДС-2016. – Первый раз вообще в Рязани и на этом автодроме, и очень-очень-очень серьезно впечатлен таким уровнем. Реально очень круто. Давно хотел попасть сюда, и сейчас жду, жду, какая на вкус эта трасса. – А что вы еще не успели на тренировке? – Не, не, еще не успели. Вот буквально утром только приехали, и сейчас вот выезжаем на тренировочки и будем пробовать. – Я думаю, что все должно быть в порядке. Погода, слава богу, солнечная. Так что я думаю, что будет очень весело и интересно. – Какой настроен на соревнование на победу? – Боевой, только боевой. И на самом деле очень в приподнятом настроении. На каждый вот сейчас этап приезжаю. – Очень-очень-очень-очень хорошо настроен на гонке. В новом сезоне российской дрифт-серии поистине звездный состав участников. Четыре чемпиона России, двухкратный чемпион Украины и многие известнейшие пилоты, приехавшие сюда из разных городов нашей необъятной родины. – Что вас, как зовут? – Меня Георгий зовут. – Очень приятно. А вы откуда? – Я из Красноярска. – А здесь впервые? – Да, я в Рязани впервые, и на этой трассе тоже впервые. Очень нравится, очень классно. Что-то новенькое. – Как машина себя повела? – Машина, машине в трассе понравилась. Вот я сейчас первый раз выехал на тренировку. В принципе, она с третьего круга, я уже понял, как ехать. Понял, что нужно больше разгоняться. Вот. Ну, все классно, мне нравится. Больше всего, пожалуй, удивило участие в соревнованиях девушки. Пилотесса Екатерина Седых приехала сюда из Владивостока. – Я занимаюсь дрифтером три года. Я второй раз езжу в серии РДС Запад, а так и выступаю РДС Восток. Моя машина Сильвия С-15, у нее уникальный мотор, он Атмо мотор, ЛС-3. Стоит в суперчарджер. Ну, а так, в основном, все обычно машинка. Ну, потому что она белая девочка, да? Машинка девочки. Но и в салоне у меня нет никаких там фишек, да, как у девочек говорят. Нет, все строго. Все по-спортивному. – Какой вообще настрой на соревнования? – Настрой на соревнования. На самом деле, хотелось бы потягаться с мальчишками, ну, потому что они уже эту трассу видели, они уже знают, как ее ездить, они уже знают друг друга. И просто просто посмотреть, как они едут, и покататься с ними рядом, подержать их, за пятки пощипать. Трасса Атрона была открыта в 2015 году, и прошлогодний этап российской дрифт-серии стал первым крупным автоспортивным мероприятием, собравшим несколько тысяч поклонников дрифта. Трасса сложная, узкая, не очень техничная. Уже успела полюбиться участникам чемпионата. – Нам очень нравится и хорошая трасса. То есть интересная конфигурация, она сложная такая, техничная. И как бы, ну, всегда нам нравится приезжать в Рязань и выступать здесь. – Вы не первый раз здесь? – Второй раз. В прошлом году было первый раз, мы пробовали на этой трассе ездить. И вот в этом году уже второй раз приезжаю в Рязань. Красивейшая борьба, близкие парные дрифты и море дыма. Те, кто решил провести выходные под рев моторов, явно не прогадали. Прекрасное настроение и незабываемые впечатления были гарантированы всем поклонникам автоспорта. Пока поклонники экстрима переживали за успехи фаворитов на гонках, родители и старшеклассники запасались успокоительным и повторяли пройденный материал перед экзаменами. В пятницу по всей стране стартовала сдача первых ЕГЭ по литературе и географии. В этом году более 750 тысяч выпускников лично получат ответы на вопросы. По какому принципу работают глушилки и можно ли узнать результаты через приложение на смартфоне? И как сберечь нервы в такой обстановке? Сегодня в рязанских школах тестировали знания великого и могучего. До начала экзамена остаются считанные минуты. Ребята возле школьного порога улыбаются, шутят. Время подготовок осталось позади и сегодня их задача максимально выложиться. Ведь от того, как они сдадут экзамен, зависит во многом их дальнейшая судьба. Сегодня 30 мая в нашем ППЭ номер 44 на базе школы номер 11 проходит единогосударственный экзамен по русскому языку. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Участники ЕГЭ при входе в ППЭ с собой берут паспорт и черные гелевые авторучки. Распределено в наш ППЭ 250 участников из 13 образовательных организаций. Среди них выпускники общеобразовательных школ и обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования. Для получения аттестата выпускникам необходимы только результаты двух обязательных экзаменов по русскому языку и по математике. Два экзамена, которые школьники сдают по выбору, в этом году понадобятся только при поступлении в ВУЗ. Со следующего года эти результаты будут учитываться и при получении аттестата. ЕГЭ по русскому языку относится к основным экзаменам и сдают его все. Экзамен по русскому языку – это один из основных экзаменов, который необходимо сдать выпускникам школы для получения аттестата. Для того, чтобы получить аттестат, выпускникам достаточно набрать 24 балла, а для того, чтобы результаты ЕГЭ учитывались для поступления в ВУЗ, им необходимо набрать как минимум 36 баллов. Все пункты оборудованы системой видеонаблюдения. В режиме онлайн за детьми смогут наблюдать родители на протяжении всего экзамена. С каждым годом система все надежнее защищает от списывания. Суета возле школьного крыльца закончилась. Экзаменуемые расселись по аудиториям и прямо сейчас стараются сосредоточиться и вспомнить все, чему обучались 10 школьных лет. Ровно через 3,5 часа завершится один из самых ответственных экзаменов – ЕГЭ по русскому языку. Те, кто каждое утро по старинке спешит в киоск за свежей прессой, вряд ли знают, что именно сегодня ровно 385 лет с того дня, как слово «газета» впервые вошло в обиход. И осталось во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания. Первый номер под названием «Ла газетте» выпустили и прочитали французы. С тех пор процесс сбора и верстки не так уж сильно изменился. Писать о горячих новостях, конечно, начали задолго до выхода официальной французской прессы. Но именно ее издатель, дворянин Ринода, придумал необычайно важное нововведение. В газете на платной основе впервые стали размещать частные объявления, то есть рекламу. А само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты, которой в 16 веке венецианцы, собственно, и расплачивались за рукописный листок новостей. Современные журналисты-газетчики всегда в гуще событий. Сейчас за моей спиной происходит настоящее таинство рождения нового выпуска, которое уже завтра тысячами экземпляров разлетится по всему городу. Татьяна, чем вы сейчас занимаетесь? Я сейчас готовлю текст в печати, адаптирую его, чтобы отдать на верстку. То есть у вас сейчас самый аврал? Ну да, в самый пик поехали вы. А вот за появление привычных нам газетных полос надо сказать спасибо Михаилу Федоровичу Романову. Именно в период его царствования столбцами на приклеенных один к другому листах писались вестовые письма. Основы их содержания составляли переводы из иностранной прессы и донесения русских дипломатов и купцов из-за границы. Очень напоминает сегодняшний день, не правда ли? Печатные СМИ беспощадно теснят радио, телевидение и интернет, но одно остается неизменным. Читатели выбирают свежую прессу по-прежнему, как французскую булочку, по неповторимому аромату и хрусту. Кругом вода, возмущаются люди, оказавшиеся после дождя на дорогах и тротуарах Рязани, которые в последнее время больше напоминают каналы Венеции. Улицы повсеместно превращаются в реки, автомобили застревают и глохнут в огромных лужах, а пешеходы вынуждены идти по дорогам по колено в воде. Такое чувство, что ливневки сделаны специально для того, чтобы веселее было плыть. Алена Куклева и Александра Тамбовская размышляли на тему, какой аксессуар брать к зонтику и не пора ли оборудовать машины лодочными винтами. В настоящий квест на выживание превратилось в возвращение домой пятничным вечером рязанцев с работы. На несколько часов автомобили превратились в настоящие катера, а из-за проливного дождя городские дороги стали больше напоминать реки. Рязань в очередной раз показала, что не готова к капризам погоды. Последствия одного ливня, который шел всего около часа, в масштабах одного города стали похожи на апокалипсис. Так на улице Маяковского автобусы превращались в корабли и гордо проплывали улицу реку. На видео видно, что автомобилю отечественного производства повезло меньше, и он в морском бою оказался, если не убит, то явно ранен. Кстати, пользователь выложил этот ролик под названием «Как я плыл с работы». Улица Дзержинского – район больницы скорой медицинской помощи. Здесь вода сравняла тротуары и проезжую часть. Пешеходам не остается ничего, как мерить лужи и продолжать свой путь, как ни в чем не бывало. Видимо, к таким ситуациям у рязанцев уже устойчивый иммунитет. А вот перекресток улицы Ленина и Вознесенской. За этим местом во время дождей уже прочно закрепилось название «Отронного моря». Но наибольшее количество просмотров в интернете до сих пор собирают видеоролики потопа под железнодорожным мостом на Московском шоссе. Здесь вода разделила город на два берега, и с ней не справлялись даже внедорожники. Чего не скажешь о велосипедистах. Наш корреспондент оказалась среди тех, кому приходилось выбирать – вплавь или по суше. Друзья, вы видите, как на той стороне стоят люди, которые не могут перейти и не знают, что им делать. Некоторые люди забрались вверх и перешли через поездные пути. Но не все так просто. Уже три поезда за это время прошло. Так что нужно быть осторожным. Самые смелые забирались на мост, лезли через забор и шли по железнодорожным путям. Самые же отчаянные отправлялись на ту сторону вплавь. Тут уже полез через ЖД пути. Девочка даже маленькая. Между прочим, опасно там ходить. О, боже мой! Девочка! Ну что? Ну что? Сайфоном, помни. Ну, боже мой! Это же вообще! Практически полное отсутствие в центре Рязани ливневой канализации в очередной раз показало пробелы в работе местной администрации и коммунальщиков. Новые отводные каналы не прокладывают. На ливневку, как говорит современная молодежь, забивают. Как итог, из-за отсутствия вменяемой системы сливы дождевой воды, город в очередной раз превращается в Венецию. На видео 2012 год. С тех пор ничего не изменилось. И горожане до сих пор, мягко говоря, недоумевают, почему за долгие годы нельзя решить проблему затопления улиц города. Если еще глубже копнуть в историю, в Царской России ливневая канализация не только имелась и расширялась, но и периодически чистилась, являясь предметом особого внимания тогдашней городской думы. Об этом свидетельствуют недавние раскопки на улице Петрова, где археологи обнаружили ливневку, по данным ученых, выложенную камнем в начале 17 века. На дворе век 21-й, а Рязань продолжает тонуть от любого серьезного дождя. Такими событиями запомнился понедельник. Если вы что-то пропустили, смотрите наши новости на сайте. А я желаю приятного продолжения вечера и прощаюсь до завтра. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс Дядькова. Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс Дядькова – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Субтитры создавал DimaTorzok